В прямом эфире новости. В студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников прибыл в Сирию с трехдневным рабочим визитом. В составе делегации также вице-губернатор Владимир Базаров и депутат законодательного собрания Илья Журавлев. Глава Севастополя встретится с министром транспорта Сирии, губернатором Тартуса и секретарем партии БААС, а также посетит авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России. Также запланировано подписание соглашения о торговом и экономическом сотрудничестве между провинцией Тартус и нашим городом. Сегодня в правительстве Севастополя подвели итоги новогодних праздников. В этот период в городе прошло более 400 тематических и культурных мероприятий. Прошлогодний максимум побит и по посещаемости. Всего в них участвовали 82 тысячи человек. Чем еще запомнились новогодние и рождественские праздники для севастопольцев? Расскажет Светослав Данилов. Спектакли, выставки и концерты к Новому году севастопольские власти подготовили для жителей и гостей города развлекательную программу на любой, даже самый взыскательный вкус. С 15 по 23 декабря в Драматическом театре Черноморского флота состоялись праздничные новогодние мероприятия, организованные правительством Москвы. С 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на пяти городских открытых площадках развернулась праздничная торговая ярмарка новогодних товаров с сувенирной продукцией. Напомнил Николай Краснолицкий и о торжественном открытии городской новогодней елки на площади Нахимова 22 декабря. Настоящим новогодним чудом для севастопольцев и гостей города стало открытие ледового каткаварт-бухти на месте бывшей танцплощадки «Ивушка» 29 декабря. На площадке работает и кинотеатр, где демонстрируют популярные отечественные мультфильмы. Всего за это время на лед в центре города вышло около 3,5 тысяч человек. И, конечно же, одно из главных событий – праздничная новогодняя елка на площади Нахимова 31 декабря стала рекордсменом посещаемости. Отметить Новый год в центр города приехали более 10 тысяч человек. Проводили праздничные мероприятия и для детей льготных категорий. Многие из музейных учреждений подготовили тематические новогодние мероприятия. В Севастопольском художественном музее имени Крашиского пройдено 12 новогодних мероприятий, 30 тематических экскурсий и мастер-классов. Всего посетило музей более 2 тысяч человек. Чрезвычайных ситуаций в Севастополе во время праздников не было. Однако всего в период праздников зафиксировано 17 пожаров. Дорожно-транспортные происшествия. По данным отдела ГИБД и ОВД России по городу Севастополь, по сравнению с предыдущей неделей, количество дорожных транспортных происшествий уменьшилось. Погибших в ДТП с начала года не зарегистрировано. Количество ДТП находится ниже уровня на 4 случая. Новогодние ежедневные праздники в Севастополе прошли организованно, отметил заместитель губернатора города Илья Пономарев. Он поблагодарил руководителей, сотрудников департаментов и экстренных служб. Состоянию мест массового скопления людей после праздников он поставил положительную оценку. Тем не менее, заместитель губернатора обратил внимание на работу городских служб. Последние как раз находятся в ведении нескольких департаментов правительства города. От жителей поступали, и части это были справедливые замечания, по организации санитарной очистки, уборки мусора в спальных районах, в удаленных районах города. Поэтому в этой части я прошу еще раз вас обратить внимание на работу соответствующих подразделений, подрядных организаций. Илья Пономарев отметил, от жителей поступили положительные отзывы о работе дорожных служб. В период непростой ситуации на дорогах улицы специальным материалом посыпала дорожная техника. Непрерывно работал общественный транспорт. Эту работу нужно продолжить, подчеркнул вице-губернатор. Отдельное поручение главному управлению потребительского рынка и лицензирования. В надлежащее состояние необходимо привести территории, где накануне Нового года были организованы елочные базары. По городу работало 27 таких зон. Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий поправки к организации питания учащихся. В первую очередь требования касаются санитарно-эпидемиологических норм. В частности, планируется запретить школьникам приносить свою еду из дома. Отразится ли нововведение на жизни школьных столовых Севастополя, выясняла Марина Степанова. Почти все учащиеся 24-й гимназии питаются в школьной столовой. По словам директора, всего 1% гимназистов приносит свою еду из дома. Это, как правило, дети с серьезными заболеваниями, к примеру, с диагнозом диабет. Но большинство выбирают школьную пищу. Интересно, что гимназисты даже в начальной школе знают о пользе здорового питания. Вот сейчас ты ешь кашу. Как ты считаешь, это полезная или вредная еда? Полезная. А как ты относишься к тому, что здесь в столовой не дают ни чипсов, ни шоколадок, ни картошки фри любимой ребятишками? Ну, потому что они должны давать полезную еду, а не всякое вредное, чтобы у них потом с животы болели. Чего в школьном буфете не найти, так это чипсов, шоколадок или колы. На завтрак исключительно полезная пища. Гречневая каша с отварной курицей, хлеб с сыром и какао. У нас такими они не приходят. Мы их отручаем от чипсов, они бегают, хочется им, да, приносят в портфелях. Сейчас они объясняют друг другу, что это вредная пища, что это неправильно. Они у нас едят каши. Мы исследовали меню и выяснили, что каши, супы, вторые блюда и напитки на протяжении пяти дней абсолютно разные. В школьном меню нет ни одного жареного блюда. Никакой жареной пищи. В школьной столовой подают исключительно отварное, запеченное или тушеное. К примеру, сегодня на обед тефтели говяжьи, и мы их будем запекать в духовом шкафу. Сегодня общественность обсуждает новый законопроект Роспотребнадзора. Он касается в первую очередь норм Санпина. К примеру, ведомство предлагает ввести запрет на использование алюминиевой посуды и приготовление в школе еды из продуктов, которые принесли из дома. Такого в их школе никогда и не было, говорит директор 24-й гимназии. Поэтому и больших перемен, если закон примут, они не ожидают. Кстати, дважды в месяц работу столовой курирует комиссия, которая следит не только за качеством питания и составлением меню, но и проверяет соблюдение норм хранения продуктов, а также правила личной гигиены работников пищеблока. В составе комиссии – учителя, медсестра и родители учащихся. На сегодняшний момент никаких жалоб, никаких вопросов по организации питания не поступало. Мы работаем в тандеме и главное, конечно, чтобы были довольны наши дети. В организации школьного питания многое зависит от поставщика услуг. Его почти все школы России выбирают самостоятельно. Причем конкурс можно проводить каждые полгода. Хотя в 24-й гимназии уже 17-й год подряд организацией питания занимается одна и та же компания, которая, к слову, многие годы кормит детей и в других школах Севастополя. Марина Степанова, Деливер Меджитов, Телеканал Икс. Спортсмены из Алушты, Джанкоя, Симферополя и Севастополя боролись за звание лучшего на чемпионате и первенстве Севастополя под Хэквондо. Состязания прошли в спорткомплексе «Победа». Соревновались борцы в трех дисциплинах этого восточного боевого искусства – тулях, спаррингах и верёг. В общекомандном зачете победили севастопольцы. Восточное единоборство – это прежде всего философия. Есть она и в самом названии Тхэквондо, где первый слог «Тхэ» означает «удар ногой», второй «Кван» – «кулак», а третий «До» – «путь истины». Эта последовательность прослеживается и в действиях. Занятия укрепляют организм, развивают ловкость, выносливость, а ещё быстроту реакции. Одна из самых зрелищных дисциплин восточного боевого единоборства Тхэквондо МТФ – формальные комплексы «Туль». Спортсмены выступают в группе, а арбитры оценивают каждого участника индивидуально. Ведущие бойцы побеждали во всех трёх видах программы. В обязательную программу для молодёжи входят тули. Они учат дисциплине, учат правильным техническим движением, как и какая часть тела должна поворачиваться для удара, чтобы вложить полностью силу, полностью массу. Состязания в январе традиционные, потому и проводят их массово. Главная цель этого соревнования, конечно, отбор в сборную России, потому что в этом году будет Кубок России, куда мы собираемся поехать, и чтобы попасть в команду, нужно пройти отборочный тур. Это наши региональные соревнования. По традиции, на чемпионатах и первенствах соревнований по боевым искусствам Востока присутствуют почётные гости, которые представляют другие виды единоборств. Российский союз боевых искусств в городе Севастополь регулярно поддерживает мероприятия, организованные Федерацией Тэйквондо, в частности соревнования среди детей, потому что дети – это наше будущее. И приятно видеть, что от соревнования к соревнованиям участников становится больше, качество выступлений выше. И, безусловно, это те ребята, которые в будущем могут достойно представлять наш город на всероссийских соревнованиях. Чемпионов и победителей наградили медалями, призами, дипломами и, конечно, аплодисментами. Теперь спортсмены войдут в состав сборной команды города. Александр Ковалёва, Владимир Милянский, Андрей Глушенко. Новости ИКС-ТВ. А в пятой спортивной школе стартовал чемпионат Севастополя по стоклеточным шашкам. Борьбу за победу в нем ведут 12 спортсменов. Чемпионат проходит в два этапа по выходным дням. Опытным мастерам в этой дисциплине противостоят молодые амбициозные игроки. Уже одержаны первые победы. О ходе соревнований расскажет Владимир Милянский. Цели и задачи городского чемпионата заключаются в том, что необходимо выявить сильнейших и по результатам составить сборную для участия в российском первенстве. Отличие русских шашек от стоклеточных заключается в следующем. В русских шашках через дамочное поле проходит шашка, она превращается сразу в дамки и продолжает бить. В стоклетках она останавливается и только на следующий ход имеет право бить дальше. Соревнования по стоклеточным шашкам вызвали большой интерес. И в состязаниях участвуют сильнейшие спортсмены города. Соревнования проходят по круговой системе. В них принимает участие 12 человек. Соответственно, играется 11 туров. В соревнованиях допускаются все желающие спортсмены-шашисты города Севастополя, обязательно севастопольской пропиской с квалификацией от третьего разряда спортивного. Ну, либо если молодежь особо подготовлена у нас от первого юношеского разряда. Уже в первом туре встретились лидеры городского чемпионата мастера спорта и кандидаты в мастера с юными соперниками. Пока молодежь уступает в первых турах, а фаворит состязаний, двукратный чемпион России в этой дисциплине Владимир Вавилов, который побеждает в городских турнирах последние 20 лет. Он верит и в популярность этого вида спорта. К сожалению, очень мало соревнований. На 100 клетках возможностей комбинаций намного больше. И они, конечно, в этом смысле интересны. Официально чемпион и призеры станут известны в следующие выходные. А затем чемпионат Крыма 2019. Владимир Милянский, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. 15 января в Севастополе облачно. Ночью дождь, днем мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем плюс 6, плюс 8, с понижением к вечеру до нуля градусов. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ветер северный 12-17 метров в секунду на дорогах гололедица. А еще информационная служба Севастопольской телерадиокомпании перешла на новый формат работы. На XTV теперь будет больше новостей. С сегодняшнего дня выпуски выходят в прямом эфире в начале каждого часа, начиная с 6 часов утра. В расширенных выпусках в 9, 12, 15 и 17 часов наши корреспонденты рассказывают о самых актуальных событиях на данный момент. В 18.30 телеканал открывает большой вечерний эфир. В это время выходит программа «Открытый город» с Ольгой Суржиковой, гости которой первые лица Севастополя. В 19.05 эфир продолжает программа «Тема дня» с Дмитрием Дудкой. Ведущий обсуждает главное событие с ньюсмейкерами и экспертами. В 19.30 и 21.00 полная картина дня в вечерних новостях с Оксаной Колесниковой. Кроме того, в эфире XTV новая информационно-аналитическая программа. Она будет выходить еженедельно по субботам в 19.30. Имя ведущего и название пока в секрете. Первый выпуск можно увидеть уже в эту субботу, 19 января. И на этом у меня пока все. И еще больше новостей на сайте XTV.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Светлана Федодеева. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok